В храме священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, что действует при исправительной колонии номер 5 в поселке Металлострой северной столицы, в эти пасхальные дни была совершена божественная литургия. Возглавил богослужение протеерей Владимир Сорокин, настоятель князь Владимирского собора. Именно он почти 30 лет назад стал инициатором создания первого храма на территории колонии. Божественная литургия для православных христиан – это всегда праздник. Литургия, совершаемая на Светлой Седмице – особый праздник. А для верующих христиан в исправительной трудовой колонии пасхальная литургия – это праздник вдвойне. Под руководством клирика Феодоровского собора, дьякона Олега Луферова, заключенные пели богослужебные песнопения. Об этот праздничный день в храме молились около 150 человек. Многие из них причастились святых христовых тайн. 30 лет назад состоялось первое собрание будущего прихода. Более двух тысяч заключенных собрались на встречу с отцом Владимиром. Я целых два часа отвечал на вопросы, а потом в конце поднялся такой высокий человек, есть ведь начальник колонии еще, а есть среди них своих, свое начальство. Он меня спрашивает, вы, батюшка, будете отвечать на вопрос, если вам его задам, но только ответ может быть так, да или нет. Я говорю, буду отвечать, я же только отвечал. Вот если мы поставим вопрос о том, чтобы здесь храм был построен, вы поддержите нас? Я говорю, да, конечно, поддержание, все зааплодировали. Когда начальника спросили, он говорит, надо подумать, надо, чтобы первый раз я пришел. Ну и во всяком случае после этого как-то все пошло. Строительство храма стало первой ласточкой. Конечно, очень радостно говорить о том, что сейчас условия для совершения богослужений и организации религиозной, духовной жизни в местах лишения свободы меняются к лучшему. И сейчас у нас есть возможность поздравлять всех православных верующих с Пасхой Христовой. И во все учреждения, исполняющие наказание в нашей Санкт-Петербургской епархии, во всей митрополии, есть возможность обеспечить и куличами, и пасхальными яйцами. И, конечно же, проходит пасхальное богослужение во всех храмах, которые у нас есть в местах лишения свободы. После крестного хода в просветительском центре за чашкой чая с куличами состоялось общение с заключенными колонии. Многие имели возможность задать вопрос священнику и получить ответ на интересующие их темы. Спасибо.